Продолжение следует... 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 Тогда вот Фантом Лансер, он может, в общем-то, хорошо работать против одного персонажа. Вот, но сейчас даже с этим я не готов согласиться, потому что Фантом Лансером, если ты плохо отстоял линию, а твоя Хреда тоже отстояла линию плохо, скорее всего, у тебя проблемы, молодой человек. А вот Морф, он как раз и линии обычно стоит хорошо, и фармит потом в лесу очень быстро, и очень-очень рано готов подключиться, потому что даже с проигранной линии Терил Блейд можно вынести, ну, за 18, там, 19, может быть, 20 минут вообще без проблем. Вот, посмотрим, что из этого получится. Интересно будет посмотреть за Соломинд Марсом, это герой не такой частый в Кэптанзмозе, но спамеры Марса, наверное, сейчас скажут, что это очень-очень круто, потому что, ну, на самом деле, Марс и правда очень хороший. У него очень простая механика, простая идея на миде, там, вторым скиллом можно харасить врага, плюс добивать оранжевого крипа без каких-либо трудностей, вот, копьем, если что, можно пригвоздить соперника к хайграунду, там, ему тычек надавать, напихать, ну, и ганг-потенциал у него тоже есть очень хороший с ареной, там, после шестого, после седьмого уровня, когда уже копье, там, появляется четвертое с арены, куда-то выходишь. Скиллы даешь, убиваешь без проблем. Любого кэри, любого хардера, любого саппорта, если попадешь скиллами, там, в кого-то, конечно, труднее попасть, вот, там, типа, Марфа в него не так просто попасть скиллами, но если вдруг каким-то образом, там, он получит сайланс, тогда, собственно, попадешь. Давай посмотрим на коэффициенты от нашего партнера по рематчу, что там у нас интересного после победы Т1. На Т1, 168 и 2, 11 на CR, немного коэффициенты изменились, на вторую карту еще до стадии драфта. Хотя на первой карте все было на равных. Не дал мне слаут сделать нормально. Короче, друзья, тоже спешу вам напомнить, что партнер раздает бонусы, более подробно можете узнать о этом, кликнув на баннер по трансляции. Странно, что Т1 не оставляют Марфа одного в топе и не отправляют андаинга на бот помогать там как-то, потому что с Марфом контролить руны это себе дороже. Марф — это герой юзлисный совершенно на рун контроле. У него нет ни одной способности, он довольно хлипкий, его очень легко убить, и поэтому им нежелательно... Вот, ладно, забрали все-таки две руны в боте, хорошо все получилось в этом плане, но можно было бы попытаться... Ну, если бы соперник чуть понаглее был бы в топе, может быть, даже там как-то убили, там, я не знаю, через Скаймага, напали бы на Т1 Дайнга, через Лича, через Фрошилд. Ну да ладно. По рунам 2-2. Итак, что у нас в боте за линия? Эмбер Спирит плюс Лич. Тоже хороший лайн, если честно. Рубик у нас с хедреской. Форев с дефолтным закупом через Лингов Протекшн. Дальнейший выход в быстрый вангуард. Сразу же подрубает ретелиейт забавно, чтобы, видимо, хоть какой-то бонус по урону получить, чтобы там крипов... Такой себе бонус получается на самом деле. Посмотрю, как у него получится. Пока 0-0 стата. Там же КД достаточно большой еще. Сколько? Два урона он, да, получил? Два урона получил, да. Я не думаю, что эта погода изменила. Не, два урона это тоже много на самом деле. Для первого уровня два урона это довольно порядочно. То есть тебе намного проще будет крипа зласкитить. Но можно же было подождать и еще немножечко лутануть. Враг бы тебя там атаковал. Я вчера, кстати, довольно мемно умер от Кентавра. Вчера последнюю игру, которую играл на Фениксе, дал Акару с дайв. А в Акару с дайвом Феникс дает тычку. Я дал тычку в Кентавра и умер от ретелиейта. Я долго не мог понять, что произошло, но спустя секунд 30 осознал, что это было. И это, наверное, если автоатака работает. Кстати, если автоатака не работает, ты штычку не дашь, по идее. Нападают на Рубика. Тут вторые ловла уже у команды СР. Что-то Джокам не подрасчитал. Вот это крайне опасно. Так делать, когда линия с Личом получает второй уровень раньше тебя. Это сразу же повод держать хвост пистолетом, что называется. Потому что на тебя тут же нападут по Фросшелдом. И любой герой. Джиггернал, Фантомка, Антимаг, Универспирит, Сларк, Фантомланцер. Все они просто полезут и будут пытаться тебя убить. Хорошо, что тут кто-то не погиб, конечно, для команды ТАТИ. Но все могло сложиться несколько печальней. Так, в топе у нас Морф качается. Undying с память дикейми. Солдрип уже есть. Есть три манга, есть фласка. Проблема Undying в том, что он не может себе позволить хедреску купить. Хедреска просто супер бесполезна. Будет Меракла подхиливают с солдрипом. Пришлось это сделать. На центре катастрофа настоящая. 11 денаев у Марса. 7 крипов добито у Темпларки. 10 на 11. Нью-дрим прям разозлился. Он так... Деняет крипов. Вот интересно. Интересно и любопытно. Как это он так деняет? Он, правда, типа копьем отталкивает и все деняет, что ли? Так это происходит. Потому что урон у них вроде одинаковый. Ну и понятно, что во многих ситуациях у Темпларки урона больше за счет рефракшена. Топорик, конечно, у Марса прибавляет. Но все равно рефракшен перебивает этот урон. Топорик не работает. Не знаю. А, ну, тем более. То есть он только на Лос-Хит и работает. Ну да, видимо, копьем как-то пытается играть в Мью-дрим. И только за счет этого. Ну, Соларинг есть. Можно спамить постоянно копье. И удар. Вот этот очень больный. Андайинга все-таки убивают. Скаймак купил Маджик Вон со старта. Постоянный спам. Много регена было. И ЛЦ отцами, видимо, дотягивается. Андайинг пока на этой линии... Ну, вообще не мешает. Никак. Ничего не делает. Это печально. Потому что Андайинг ведь это герой, который вот на линии. Как раз неплохо может доминировать. И кейми спамить. И пытаться убивать. Как-то оставлять героя на маленьком количестве силы. Но тут... Ну, из плюсов хоть в Warfarm, да. В этом плане все стабильно. Снизу снова комбинация Чины. Щит, замедление от Лича. Там уже Фрозбласт второй. Тем более урона много от него. И Рубика смогли давить. Кентавр тут не помощник. Ну, по крипам. Только вот именно центр выбивается. За счет денаев мы потом по опыту посмотрим, какая будет разница. По золоту там все плюс-минус должно быть на уровне. Ну, по опыту видим. Темпларка четыре с половиной. У Марса пятый. Это к нему еще пачка крипов только доходит. Темпларка ДД нашла. И сейчас очень плотно так подхарасила. И Едрим отправляется фармить нейтралов. И сюда же, кстати, подводит крипов Марс. Ну, он хочет просто экспу украсть. И захолдить пачку. То есть он сейчас сделает так, чтобы большая пачка крипов на него пошла. И он под вышечкой все это получил. Вообще довольно грамотно сыгран. Темпларка просто берет и пушит все это. Пойдет, видимо, обратно в лес. Тычки крайне неприятные. Через пси-блейды. Ой, как же больно. Но там фласка есть. Фласка, да, есть манга. То есть он полностью восстановиться может. Это не проблема. Сюда, правда, приходит Лич. Вешает Чи, чтобы сбить фласку. Сбивает фласку. Подходит Рубик. Но он здесь, по-моему, не помощник. У Марса копья нет. Еще один телепорт. Ну, втроем, может быть, что-то и получится сделать. Ставится там Ба. Там Пларасасин. Пытается просто убежать. Ботинка нет. Но он дайнк один в погоне. Там пытается просто добить хотя бы Лича. Ну да, сойдет. Хотя бы так. Руну забирает. Неохотно Ахайо. 36 секунда уже была. Никто эту руну не контролировал. АЛЦ остается один на один против Марфа. Очень хороший фарм. Два фрага на этой линии было на андайнинге сделано. Эмбер снизу также не жалуется. Уровень 5. Ну и Кентавр также получает все. Никто ему не мешает. Исты, которые были, мы помним, это был Рубик. Кентавра убить через щит. И атаку Эмбера, скорее всего, не получится. Там многовато хп. А вот Рубика с удовольствием пытается снова добить. Но Кентавр просто стан по-троим выдает. Кентавр, который нейтральный. Ну, фареф, слушайте, подставляется. Как раз-таки он пытался спасти Рубика. А в итоге погибает сам. Арена Марса. Отлично. Как он копьем умудрился попасть. Казалось, что мимо летит. Но не тут-то было. Минус Эмбер. Там на топе снова андайнинга. Просто запушили два героя. Бедный андайнинг. Он хоть и со стиками, но даже они не помогают. Но и муши пытаются закрыть просто в бутерброд. И фейтболтом забирает Рубик фраг. Добивает и морфлинга. Так, у него 1000 хп. Определенно, перекачка у него работала неэффективно, раз его добили. Что там, просто оцы плюс болт? Странно получается как-то. Морф, конечно, не должен погибать. Скай мага. А, ну скай мага сайланс. Ну, тогда, может быть, имеет место быть вот такие вот смерти от морфа. Но это все плохо. Ну да, потому что в миде Темпларка фармит очень много. Хоть Марс круто там все поденаял, но Темпларка потом как бы в лес. Вот, блин, Темпларка такой герой, что... Ну, серьезно. То есть, вот на миде поденаям проиграл, в лесочек ушел, все нафармил. Все хорошо у тебя. В топе тоже просто линия не очень пока хорошо держится. Ну, ладно, тут все плюс-минус еще играбельно у Дайр. Кентавра вот сейчас забрали. Эмбер шестой, а Кентавр тоже почти шестой сейчас. Если у него есть... А, телепорты у него не... А вот это плохо. Сейчас он с этой пачки все пропустит. И со следующей пачки вполне вероятно все пропустит. Выходит втроем на мид. В надежде как-то загангать Темпларку. Но такими героями вы Темпларку не убьете. Ну, даже рефракшн не сможете пробить нормально. На ловушках все взрываются. Темпларка и сама хочет убивать. Тут столько ловушек расставлено. Просто с ума сойти. Марс, телепорт, и ребятам нужно уходить. Хотя Эмбер с ремнантами. Классные чины. И подходит ТА. Ударить бы хотелось бы пассивкой задеть. Но не получается. Арена ставится. В итоге Темпларка под ударом. Полетела там бас. Инистр Гейс. Влетает Эмбер. Марса убивают прямо в арене. Вот это унижение. Ну и андайнинга должны принимать. Андайнинг в таверну. Два минуса сделано. И там на топе... Ну, на топе Морфлинг один на один уж постоит как-то справиться. Но в целом... Да все плохо. Я на творца смотрю. Кентавр до сих пор без шестого. Шестой бы сейчас очень пригодился. И позицию поудачнее выбрать. И может быть как-то просто убежать. Хоть кому-то. Эмбер с этими ремнантами душит. Слишком много магического урона. Ну и все. Блестящий мид он реально заканчивается. Марс уровень 7. Разница в Нетворсе с Тэмпларкой огромная. И Скаймаг возвращается на топ. Который настоящий убийца. Четыре смерти у андайнинга за девять минут. А у Скаймага шесть фрагов. Суммарно. Из девяти, которые сделала вся команда. Есть дуэль. Не забываем комбинацию. Мистик Флэйер дуэль. Убить можно. Будет практически любого. Ну только если Морф успеет нажать перекачку. Да, с ним будет тяжелее. На топ перемещается и Лич. Уровень 5. Третий Фростбласт берет себя. Редко мы видим прокачку, когда Фростбласт составляет в 2. И подкачивают Фростшилд потихоньку. Но вот здесь. Фростбласт. Очень много урона от него. Дуэль. Нет, пока не видим. Подходит в итоге андайнинг. Мистик Флэйера нет. Не факт, что урона вообще хватит. Ставится арена. И по-моему немного. А может быть и много. Ребята себя переоценили. Здесь Мистик Флэйера. Вот этими героями. Без Чин Фроста. Они не дотерпели. Ну реально секунд 30. Пока ванпосты не раздали бы опыт. И можно было бы купить книгу и взять уровень 6. И так. Какая-то непонятная спешка. И вот тебе, пожалуйста. Рефракшн Рубика. Лично на самом деле можно переживать вот эти атаки. Рембера, скаймага. Ну кентавр, да. Разменная монета. Он не может просто уйти с этой линии. Адекватно куда-то. И вынужден постоянно сюда возвращаться. Раз за разом получая плеухи от этих вот героев. Которые там уже хорошенько так раскачались. Эмбер делает быстрый спирит-вессел. Хочет легионка скастовать дуэль. Но Морф так показал своей перекачке, что он не собирается дуэль проигрывать. Рубик ворует. О, очень хороший скилл украл Рубик. Очень хороший. Ловушки это нереально полезная способность. Это лучшая способность, которую можно украсить пташки. Это и контроль карты, и возможность крипов фармить, и замедление, и урон. Очень приятно. Так, тут легионка. Умрет вообще? Если на ловушку наступит, и Рубик как-то подойдет, то может и умрет. Там же про заатак. Сомневаюсь. 1500 хп у легионки. Не знаю, Форс, не знаю. Два брейсера. На Кентавра снова готовится нападение. Есть Чайны. Есть Тинг Мистик Флеер. Неудачная. Мушу присосал своего оппонента. И ФРФ... Нет, Голубь добьет. Голубь добивает. Арена параллельно ставится на Скаймага. Скаймаг погибает. Тут арены. А в итоге, конечно, снова небольшая выгода. Тут еще и Темпларка в это время по чуть-чуть, понемножку, но все же падает. Два. И на Юдрим выходит на ресурсы для того, чтобы как-то это убить. Нет. ЛЦ пока немножко успокоилась. Никаких дуэлей мы не видим. Саппорты не приходят на топ. И Морфлинг получает очень важное пространство для покупки. быстрой ликкинг-сферы. Объяснять, почему этот предмет здесь нужен, я думаю, не нужно. Да. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Спасибо, Форс. Спасибо. Да нет, что-то нет. Я вот думаю, когда начнут что-то делать, пока они в топе вышку не отдали, но не ровен час, и эта вышка упадет под натиском легионки. Куда-то в бот сместится. Смоук нажимает. Смоук на варде, скорее всего, был. Нет. Его должны были заметить. Нет, нет, нет. Кто нажал? А, Смоук нажали, ты имеешь в виду Т1. Потому что параллельно ведь и ребята из Сера в Смоуке находятся. Морф 1000 хп. В общем, комфортное количество. Скаймаг. Очень плохая для него позиция сейчас. Нельзя его быстро отдавать. Он много урона выдает, но слишком мало живет, если на него нападают. Его слишком быстро и убили. Хотят еще. С легион командор будет потяжелее. Тут расставляются ловушки уже от темпларки. И только Скай. Вся команда здесь. И Т1, и Сер. Все на топе. Тут, на самом деле, в такие моменты выигрывает вардинг. Что по вижену? Ну, вижен тут особо ни у кого и нет. Первый вард пошел только что Т1. Теперь у них преимущество есть в битве. Еще и ловушки расставляются. Темпларка быстро фармит их. Морфлинг превращается в Эмбера. Приходит Скаймаг. Морфлинг готов нападать. Есть еще иные на Скаймага. Копье на Скаймага. Скаймаг пришел и сразу же ушел. Очень снова важный фраг. Принимает ЛЦ. Врывает Темплар Ассасин. Как же больно. Там такой удар залетел. Но Фареф пока же поживет. Залетает Чайник. Чайник. И самый удачный. Дуэль Ван Дайнга очень быстро убили. Арена просто по всей команде. Сер. Пытается быстро убить Темпларку. Темпларку убивают. И вот этот морфлинг в форме Эмбера, он столько много делает. Он там и Флейм нажал, ну и Чины вначале, разумеется. И пофистил. И минус четыре. Очень круто выбрали Цельская мага снова. Понимаю, насколько он опасен. И Сайленсом, и Мстик Флеером, и Конкассиумом в четыре. Хорошо. Обыгрываю драку. Обыгрываю драку полностью. Отдают лишь Саппорт Анаинга. Понемножечку камбэкают Т1. Уйдут, наверное, сейчас топа. Я сейчас там по кайфам, наверное, даже кликну посмотреть. Что там интересного. Ничего. Ничего, Форс. Не знаю, что ты там кликаешь. Пустота. А, не работаю. Потому что опять они исчезли. Я не знаю, что с приложухой. Без рофлов говорю. Ну, Форс, ты что, бредишь? Только что драка произошла. Конечно, коэффициенты исчезли. Надо же обдумать, поменять котировки от нашего партнера париматча, разумеется. Классно, но матч... Там сейчас матч. Просто матч исчез. Вообще, закрылся. Нет, нет. Ой, ладно. Я тебе потом после эфира объясню на ушках как-нибудь. Что происходит. Ну, хорошо. Ну, то есть он должен появиться потом. Дуэль на Кентавра. Мистик Флэвер на Кентавра. Кентавра убили. И плюс денежка, плюс урон для Легионки. Пятнадцатая минута. Новые принметы. Уже Ташка успела себя в Эмбрейс выбить. Близка достаточно к Дезолятору. Но морфа уже есть Линкен Свер. С учетом проигранного Лайна в начале у Меркла очень даже все круто. Морф не проиграл линию. Линию проиграл Андайинг. Знаешь, у морфа все было нормально. Андайинг там умирал. Я понял, ладно. Но он при этом фармил. Так что тактический фит тот самый. Сбивает телепорт Легион Командер. Арена, конечно, есть, но урона в ней маловато. Но там зомби грызут. Блинкау далеко ли уйдет. А не ясно. Сетка. Сеточка. Адаптив. Что по копью. Копье появилось. Копье залетает. Дерево есть. Какое-то оно появилось. Неожиданно. Неоткуда. И добивает и Темплар Ассасин. Лич там где-то раскидывал чайники. Андайинг в этой драке погиб. Но это было изначально. Ну и вот оно. Небольшое преимущество за Т1. Атака на Скай. Скай успел дать конкассив. Это проблема. Приходит, правда, Морф. Линкенсфера за работой. Сайланс, как я понимаю, не зашел напоследок от Скаймага. Да, там именно Сайланс был. Находит, правда, Марса. Превращается Меракл в Эмбер. Начинает душить под флеймом. Подходит сюда еще Андайинг. Нужно было бы взорвать ловушку. Взрывается ловушка, но поздновато. Андайинг уже подошел. Может быть, до этого получилось бы как-то его остановить. И Меракл делает трипл килл. Вторую карту подряд. Меракл просаливает. Просто взял соль, да. И ее активно использует. Реально-реально просаливает. Все очень четко делает сейчас. Кэрри команда Т1. Огромный просто пласт работы выполняет. Дальше, я так понимаю, по билду у него пушка. Должна быть. Но, может, он предпочтет какую-то манту. Там, манту Скади. Какой-то, знаешь, физ ДПС билд. Дуэль. Но Андайинга многовато. ХП, но нет, хватает. Тут только если все герои подошли бы вместе под Мистик Флэйер, наверное, что-нибудь бы получилось. Это снова Андайинг. Правда, легионке наплевать, Андайинг или нет. Урон-то получает от всех героев одинаково. На топе там Темпларка напала на Кентавра. Кентавр убегает. Он с Худом, он с Вангвардом, с Кольцом. И 2000 хп у него почти. Если полностью восстановится. Опа. Красиво получилось. Копьем притянули к Рубико. Рубик там в полете фейтболт нажал. Муши. Синистр с Гейей. Ставится арена. Пошел Чайник. Очень неплохо полетает. Ох, как больно-то там от Чайника получается. И Меракл вынужден бежать. Копьем напоследок. Ну, саппортов отдали. Рубика потеряли. Ладно. Казалось, что все будет хуже. Но Меракл слишком живучий этот морф. 14 уровень с Линкенсферой. Контроля на него уже не хватает. О, еще и в Эмбрейс выпадает морфлингу. Он, кстати говоря, пока его выкладывает, оставляет себе седку. Дуэль. Это уже Кентавр. Получится или нет? Получается. Контратака должна быть. Андайник нажимает телепорт. Подходит сюда еще и Марс. Марс без арены, но с копьем. Копье есть. Темпларка. Очень невыгодная позиция. Произоатак, но поздно. Темпларка дерется на развороте, но там тамба, там башни, орехи летят со всех сторон. Темпларка делает в этой ситуации максимум. ЛЦ ломает тамбу. Много денег зарабатывает. Подходит сюда еще и Имбирь. Имбирь, может быть, и попробует помочь. Неплохо было бы. Имбирь пытается помочь. Есть Оци. Андайник. Погибает. Не было у него декея в тот момент. Телепорт от морфлинга. И теперь парни лучше отсюда бежать. Но бегут, по всей видимости, не все. У Имбира нет ресурсов. Есть Ремнант, но нет маны. Копье. Очень мало хп остается, что у Марса, что у морфлинга. Морфлинг сетка-перекачка. Продолжает просто бить. Имбирь мана натикал. Улетает далеко или нет. Да должен Марс наказывать. Или непонятно, что в итоге будет. Копье есть, но не хватает маны. Соларик нажал. Там опасно. Нажал бы раньше, бы просто умер. Чины и Меракл. Он и правда богоподобен на этой карте. 9-1-5. Потрясающая игра от морфлинга, на самом деле. Без дела успевает этот игрок. И Кентавра здесь тоже забирают. Там под Блэдмейлом Легионка. Дуэль снова выигрывает. Вот Кентавру надо перестать фидить. Ну сколько можно? Вот ты обрати внимание, как строится эта игра. Сначала нападают на Кентавра. Его убивают. И только после этого начинается какая-то вообще вот возня. То есть там впрягается уже Рубик. Впрягается Марс. Впрягается морф. И удается что-то там как-то этого Кентавра разменять хоть на что-то. Но в целом это не так может быть плохо, как кажется. Потому что на самом деле Кентавр байтит на себя скиллы. Но просто в таком случае команда должна быть рядом. Команда должна наказывать. Потому что Кентавр все-таки это не саппорт пятой позиции. Это не разменная монета. Это вполне себе конкретная хорошая тройка. Он не себе конкретно хороший корт персонаж. Ему неплохо бы какие-то деньги получать все-таки. А то рано или поздно он рискует просто выбиться из игры. И быть полезным только при помощи своего стампида. И не знаю, блин, он вообще выформит в этой игре. Хочет себе Алибарду. Чтобы на Тампларку видимо вешать. Чтобы она там особо не борзела. Но Тампларка очень сильно конечно в таймингах потеряла. Те смерти, которые позволил себе Бенур. Там в топе опять кажется будут убивать Кентавра. Но к этому были готовы. К этому были готовы. Сейчас должны наказать. Готовы думаешь? Ну Марс заранее стоял. Сюда подходит... Да непонятно на самом деле. Мистик Флэйр. Андайинг переживет. Тампларка из драки. Пытается убежать. Там ловушка. Но там ба слишком сильное замедление будет. Фейтболт от Рубика. И теперь пытаются убежать все кто могут. Морфлинг идет дальше. В форме Темплар Ассасин. Муша на 350 хп. Остается у нее еще ультимейт. Муша может много урона выдать. Но страшновато ему. Рубик ворует Сайленс. Сайленс на Эмбера очень неприятно. И копье добивают Эмбера. Там Сайленс уже должен быть подкачан. Третьего уровня. Но для Эмбера, учитывая его билд. Юл. Не забывай. Юл он еще не дофармил. Еще Аркейн Супримаси в двойку у Рубика. То есть там Сайленс не... 5 секунд длится, по идее, чуть-чуть подольше. На 18%. Ну и да, у Эмбер Спирита нет возможности сбрасывать с себя. Пока вот такие... Вообще странный Эмбер билд. Он купил урну. Дальше взял Мэл Штром. Потом хотел Весел. В итоге понял, что нужен Юл. Не, имхо... Имхо урна не грейженая. На Эмбер Спирите это мусор. Потому что Спирит Весел, он чем хорош? Ты в драке постоянно на таком бесконтактном бое можешь героев убивать. Фисты чайны повесил Спирит Весел, и он там что-то поддамаживает, там герой сгорает. И ты потом еще одни фисты там чайны даешь, и герой умирает. Плюс Спирит Весел тебе дает ХП. Он состоит из Виталити Бустера. И Виталити Бустер дает тебе здоровье драгоценное, которое на Эмбер Спирите очень важно, поскольку этот герой может порой играть контактно, не только фистами работать. Там подойти с флеймгардом, кого-то поджечь. А вот эта простая урна, она, ну, там, чуть-чуть статов дает. Вот этот вот баф, который... Точнее, активную способность, которой можно там себя подхилить, или там тиммейта подхилить. Особо она не дамажит уже на такой минуте. Не знаю, ты либо покупаешь Спирит Весел на этом герое, либо ты просто дожишь, кажется, урт. Вот, и решил все-таки Спирит Весел до конца не доделать. Можно понять, почему он так поступил, потому что Морф уже, ну, много имеет, да. То есть ты хочешь купить Спирит Весел достаточно быстро, пока у Морфа нет каких-то артефактов, которые позволяют ему с этим Веселем бороться. А тут уже видно было, что Морф раскачан и... Ой-ой-ой, как быстро-то Эмбер... За секунду не убил Морфлинг, немного урона не хватает. В итоге Морфлинг перекачкается, превращается в Эмбер, арена ставится, Эмбера все же добили. Также быстро добивает Скаймага, летает Эмчайник, но никому не страшен за Муши погоня и Муши в таверну. Все это происходит, учитывая, что у Т1 преимущества на карте практически нет, и долгое время не было. И даже сейчас остается всего лишь 1000 золота у них, ну, вот этот Морфлинг, вот этот врыв от Марса. У Марса долгое время на Творс был ниже. Да и сейчас, посмотрите, он далеко не в хорошей позиции. Но просто реализация способностей, врыв с Плинка, отличная арена, выдать Копье, а дальше все делают тиммейты. Рошан падает, Тамплар Ассасин, Плинк в кулдауне, ЛЦ выходит, сразу же ее принимает, Телекена слишком долго действует. Пошел Юл, Стан от Кентавра появляется, Сайланс от Рубика, контратакует Кентавра, но все в это время... В это время-то Рошан падает. И Рошана больше нет, и теперь можно атаковать. Копье, видимо, до этого было неудачное. Тамплар Ассин дерется, Андаинга почти убили, Сайланс конкасит в Кентавра. Кентавр, Сайланс повесили, чины на Морфлинга. Нет смысла Т1, вообще куда-то двигаться можно отойти, восстановить ресурсы. Взять предметы, много денег там должно, у того же Морфлинга в запасе шарик можно взять. Ооо, но хотят выбить Аегис. Там Аегис. Выбили Аегис, но это неплохо, если уйдут сейчас все отсюда, тогда сносно. На хайграунд не станут лезть, и Стампиды нет. И там Вижен никакого могут принять, очень опасно. Ну да, Аегис выбили, конечно. Хорошее действие, плюс заработали урон. Там Легионка-то серьезная уже, Легионка может вполне стать таким... Очень хорошим кэрри в этой игре, плюс 100 урона. Стампид пошел, попытка догнать Эмбир Спирита, но догонят кого-нибудь другого. Если вообще догонят. Нет, никого не догонят. Чтобы как-то... Не дать сопернику Вижена, судя по всему. Уродов Атос появляется у Скаймага. Теперь он будет фиксировать самостоятельно. Самостоятельно фиксировать и... Убивать ультимейт. Ладно, Миракл-то пока просаливает. Миракл, в скобочках, Миракл, конечно. Очень легко ему даются вот эти фраги. Он влетает, вальяжно превращается в героев. Одного убивает, второго убивает. Но вот сейчас у Легионки будет БКБ. И у Темпларки будет БКБ. И уже так просто... Дуэль, это снова Кентавр. Поплотит, идей, идей. 1-9, кстати говоря. Но в защиту скажу, что... Все говорят 1-9. Нет, но у него 15 ассистов в конце-то концов. Рубик ворует дуэль. Ну... А, но у него Гост, кстати. У него Гост, почему нет? Да, вполне. Как-то так и Паша играл в команде Virtus.pro. Помнится. Да. Аганим и Гост. Нет, ну аганим и Гост, да. Готовы Смоук нажать? Готовы дуэль реализовывать, похоже. Даже без Кентавра. Говорят, Кентавр все равно всегда в драках мертвый. Ну да. О, ревилит Смоук, Скаймаг. Эмбер, фраг классный. Эмбер. Дуэли пока никакой нет. Марса атакуют. Марса пытаются очень быстро убить. Важная цель Марса почти убили. Да, Марса не будет. Марс без байбека. Андаинга принимают. Массовые блэкинг-бары делают свою работу. Идет просто морфлинг. Один против двоих. Добивает Скаймага. И Эмбер улетает. Параллельно дуэль была выиграна. Убили Рубика здесь. Сам Рубик свою дуэль, как я понимаю, реализовать не смог. Не смог, не смог. По-моему, Меркл сейчас заорет. Как папич. Помощи. Потому что... Что-то помощи-то нет. Вообще. До поры до времени вроде... Что-то делал Марс. Помогал. Ну, Рубик на самом деле тоже хорошо играл. Но... Андаинг 0.10. Кентавр 1.9. Как-то... Как-то... По-моему, кто-то не доигрывает в этой карте. Если я не ошибаюсь. Ну, ладно. Тут придется... Придется попотеть. И Меркл начинает билдить Скади. То есть не берет пушку. Что является крайне нестандартным решением. Но мне почему-то так и показалось с самого начала. Что он захочет купить именно билд на... На уничтожение соперника руками. Скади бабочку. Вот такой стандартный... Андаинг. Еще одна дуэль. И ЛЦ становится очень опасной уже. 172 урона дополнительно. То он шел Девардить. Ну, классно. Блин, шел Девардить. Это уже не оправдание в 2020 году. Я разочарую. Меркл. Атос. Меркл могут очень быстро убить. Есть там Спирит Весл. Это главная для него проблема. И Морфлинг еле живой. Он спирит Весл заканчивается. Перекачка пошла. Но манты-то понятно, что уже будет. Из плюсов Блэкинбара дают потихонечку, ребята. Они ведь купили только с ними. Драки стали вот идти в таком ключе. Но Кентавр. Десятая смерть. Тут уже ФРФ не мог никуда убежать. 29-28. 3000 перевец. Морфлинг по-прежнему лидер. Нетворс таблицы. Ну, вот что Марс, что Кентавр сильно просели. Марс, может быть, не так много умирал, но у него тоже маловато. Блинк, Митрилхаммер, Владмирс. Всего-то. Атака на Темплар Ассасин. Блэкинг Бара нет. И этим моментом пользуется. А мы смотрим снова дуэль. Но Рубик в этот раз поживет. Он, скорее всего, просто Гост успел нажать перед этой дуэлью. ЛЦ нажимает, Блэкинг Бар улетает. Дуэль ворует, но дать не успевает. Может задуэлить Скаймага, но Рубик тоже не поспеет. Может быть, за дуэли Тембера. Давайте смотреть. Есть Гост. Дуэль. Дуэль. Опа. Плюс 26. Легчайший плюс 26. Легчайший. Не почувствовал в соло. Надо было еще на десятом брать плюс 60 урона. Брать ПТ-шку вместо Транквилы и просто пить руками. У Рубика телескоп это очень, конечно, хороший предмет. Талант на Кастрэндж. Он передал кому-то телескоп. Кому он отдал? Андайнгу? Андайнгу. Ой, блин, мне кажется, у Рубика... Нет, телескоп это аура. Важно понимать, что телескоп это аура. И если ты будешь стоять достаточно близко, то... Хотя, погоди. Написано пассивное. Нет, это аура. Это аура. Она должна работать на все. Кастрэндж увеличивается, да? В паури, конечно. Просто тут написано, что... Ага, нет, все нормально, извините, пожалуйста. Все написано правильно. Но Рубик просто может идти как-то там вперед и быть далековато от Андайнга. Ставится арена на одного Муши. Есть дуэль. Есть дуэль. Ну, с Чайником все, скорее всего, получится. Еще и Мистик Флеер залетает. Слишком много магического урона и важные потери намечаются. Кентавр пытается нажать телепорт. Его очень быстро сбивает. Эмбер. Два кора в таверне. Эмбер хочет еще. Рубик. Рубик. Есть Гост, есть Юл. Но тут, похоже, никуда ты не спрячешься. Слишком близко. И Легион Командр врывается. Гост Рубик активирует. Немножко времени выиграет. У нее еще и Телекенес останется. Но этого всего недостаточно. Ворует ловушки и мгновенно погибает. Легионку слишком сильно нафидели. Она уже может прыгать, не дожидаясь своих тиммейтов. Просто взять на шару. В тупую просто, понимаешь? Прыгнуть и дать дуэль. Если бы у нее было не плюс 200 урона, а плюс 30 урона, то она бы не могла бы вот так вот прыгнуть в Марса и не дожидаясь там своей команды просто дать дуэль. И надо было бы подождать, пока там Темпларка подойдет. Или пока кто-нибудь будет рядом. Поскольку Легионку настолько сильно нафидели, настолько сильно, она уже может одна играть. Ей не нужна команда. Ну как не нужна? Конечно, в пределах разумного, да? Но какие-то соло-фраги она вообще без проблем делает. И это огромная, огромная проблема для команды Т1, потому что с такой Легионкой очень тяжело бороться. Она откуда ни возьмись может выскочить, дать дуэль и убить. А ты к этому не готов. Собственно, вот так вот. Что, Меркл, паладин сорт и потихоньку начинает пилить бабочку. Бабочка это прекрасно, но сатаник надо обязательно в этой игре. Вот просто обязательно. Следующим слотом после бабочки сразу сатаник. Дуэль. Снова кентавр. Может быть и успеет ее как-то пережить? Нет, не успевает. Прежде всего слишком много урона. От ЛЦ плюс один. Пытается принять на развороте хотя бы Эмбер. Воруются ремнанты. Эмбер в Еуле, собственно. И контроля больше на него не будет. Эмбер улетает. Продолжится ли погоня? Неплохо. Так, а у Рубика тоже ремнант? Рубик тоже летит, да. У нее еще ремнант остается в запасе. У Эмбера ремнантов больше нет. Но Эмбер готов драться. Еще одна ремнант. Сейчас телекинез получит, умрет. Не спеши с выводами, уважаемый. Ну, там Легионка засейвила. Понятно, Эмбер не один на карте. Если бы Легионки не было, он бы отъехал 100%. Кстати, Морф на перерез. Так, 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 Фестичины есть. Да играют и сейчас, на самом деле, ребята. Тут еще вся команда будет, а позиция-то плохая. Скаймак, может быть, и прилетит скоро. Хотя он, по-моему, телепорт. Телепорт не нажимает, он снизу остается. Ну, понял, понял. Дай покачаться. Ладно, он там никак не помогал. Так, что-то в топе там пушится вышка. Кентавр. Ну, блин, пора бы купить 30-й. Угомонитесь. Так, Кентавр. Кентавр 1-12, Нданик 0-12. И на самом деле, все эти смерти, это почти дуэли все. 250 урона. Я давно такого не видел в рамках профессиональной сцены. Ну, а это теперь не остановить, понимаешь? То есть, вот надо было раньше думать. Потому что сейчас уже, даже если ты где-то там аккуратно стоишь, легионка все равно, наплевав на все правила хорошего тона, она просто будет прыгать вот в тебя. И неважно, сколько ты у меня, она просто кастует БКБ, и она тебя убивает. И ты ничего с этим сделать не можешь. Убивают. Скаймага, кстати, там, за работой Меркл. Там, я так понимаю, драка за Рошана должна у нас быть. Убили еще... Байбеков-то остальных нет. Наташку напали. Ну, слушай, проблема. Наташку напали. Байбек, да, Эмбер Спирит. Слушай, тут... Тут реально проблема. Потому что сейчас Рошан-то упадет. Рошан-то упадет, а как Редиент тут защищаться собираются? Никак. Эмбер выкупился. Защищаться не получится. Там легионка... Опять ждет. Ждет, ждет. Сейчас вот кого-нибудь на ловушке какой-нибудь андайнг покажется. Блинк на Кентавре. Поздравим. Открывать шампанское друзьям. 34-й минуту Кентавр купил блинк. Это все я с сарказмом говорю. Я прекрасно понимаю, что Алибарда тут тоже очень хороший предмет. Единственная претензия Кентавру, это что он так много фрагов отдал легионке. Так много и так неосторожно играл. А к билду, собственно, претензий никаких нет. Меракл просолку делает. Хочет криты себе. Ммм, криты... Ну, криты хорошо, базовый урон огромный. Криты полетят как следует. Но вот получит дуэль... Получит дуэль и не выберется из нее. Потому что там уже урона очень много в легионке. И Сатаник, он дает стат резистанса, и ты из дуэли быстро можешь выбраться. Ох, как больно, это легион командор. Ну, уйдет, уйдет, убежит. Нет там никакого контроля. Марс хоть и с блиндайгером, но попробуй угадай. Телепорт. Легион командор. Минус блэкинг бар еще один. Осталось 5 секунд теперь. Что там по остальным блэкинг барам? Темпларка... Ну, темпларки поменьше. 8 секунд. Не так часто она его нажимала, на самом-то деле. Атака на муши. Кентавр с андайгом идут мстить потихоньку. Но посмотрим, чем эта месть закончится. Да-да-да. Идут мстить. Поверяй. Ладно, хотя плеча убили. Ну, хотя плеча, да. Все могло быть хуже. Там параллельно атака на Эмбера. Слушай, а вот это уже не смешно. Эмбер это после байбека. 30 хп остается и есть ремнанты еще. Поэтому тяжеловато будет его поймать. Никаких ловушек от Рубика на карте нет. Чтобы можно было Эмберя взорвать. Спиритвесел на себя восстановился немного. Ладно, поживет. Ну, в итоге Кентавр. Еще одна дуэль. Люген Командер. Скоро будет 300 урона. И скоро будет 25 уровень. Там по-хорошему все равно нужно взять. Не плюс урон с дуэли. Да, плюс урон с дуэли вообще, мне кажется, мало кто берет. Это такая достаточно... Да тем более в пабе все берут. В рамках такой ЛЦ тебе уже урон не нужен. То есть реально уже его очень много. Ну да, в пабе понятно. В раз за атаку слишком хорошая способность. Орф просто влетает. Один, получается скиллы монтится. Жмет перекачку очень грамотно. О, Лича тоже забрали. Лич может выкупиться, конечно. Там в топе Легионка сплит пушит. Это большая проблема. У Легионки нереальное количество дамага плюс кирас. Посмотри, как она лупит. Пам, 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 пам. Так может дальше? Ну вот, все. Не, Легионка Бараки забрала. Все, это вот Дайрам нужно мид. А, так слушай, Т1 вообще даже ничего не забрали. Казалось, что морф тоже так же будет быстро сейчас бить. Но слишком мало ХП у него осталось. Айгиса давать не хотелось. Круто получается. Конечно, ситуация это не меняет. Уже такая минута. И столько денег у всех, что упала линия и упала. Но сам факт, что одна ЛЦ смогла сломать линию, а вся команда Т1 не смогла. Лич, конечно, выкупился. У Эмбера также еще таймер на байбеке. 4.25. Морфлинг Сатани купил пока себе и не довез. Оставляет Меракл... Не оставляет себе деньги на байбек. Сатаник тоже еще не доехал к нему. ЛЦ вышла. Дуэль. И... Ну, а Егис, похоже, выбьет. А что дальше? Есть Манта. Перекачка есть. Тилистер Гейс. А что по перекачке? Перекачка пошла, Сатани покупает. Сатаник! Он только что купил, Сатаник умер без байбека. 100 секунд не будет морфлинга. А это должны знать Рейдент. Они Сатаник увидели только что? Конечно. И они сейчас пойдут... Они сейчас как минимум пойдут байбек выбивать. Да, да. Пишем ГГ, выходим. Потому что тут сейчас поймут ребята, что байбека нет и просто пойдут в трон. А этими героями не сдержать натиск. Такого пика. Вообще никак. Ладно, можно, конечно, журить морфа. Сказать, что вот, без байбека умер. У-у-у, забросил игру. Но он 36 минут солил. Да какая разница, Форс? Ты можешь всю игру играть идеально, а потом умрешь без байбека, и тебе команда 4 репорта скинула. Какая разница? Ну, вот, да. Никому не интересен твой успех, если ты допускаешь критическую в конце. Так работает спорт. Критическая у Легионки плюс 300 урона. Вот это критическая. Ну, ладно, потому что что-то ковыряются. Пошла дуэль. Ну, в итоге два байбека. Легионка погибает без байбека. Пытаются догрызть кентавра. В этот раз кентавра убить не получается. Темпларка остается без ресурсов. Слушайте, он может быть получится добить. Да, это был бы очень классный фраг. Муша на лохопе также после байбека. Пошел Атос. Принимают кентавра. Кентавр. Есть сики. В Глимеркейпе убегает. Морфлинг скоро появится. Да, игра не закончена. Пока в Доту 2 еще можно поиграть. Казалось, что все, конец. Но отковырялись как-то, как ты говоришь. Как звери реально накинулись на них. Вообще бросились защищать эти бараки. Ну, молодцы, ладно. Кто выкупился? Кто-то выкупался? Андайнг Рубик покупает. Конечно, конечно. Гем Андайнг покупает. Талант на 20-м не качает. Но, наверное, Томпстоун он дес. Надо брать. Так и происходит. Так и происходит. Так и происходит. Ну что, Андайнг. Получается, это контракт легионки на 25-м уровне? Так что у нее реинкарнация есть. Ну, дуэль урон-то ты все равно получишь. Какая разница. Ну, не умрешь скилл и кастешь хотя бы. Получается, контракт, да. Класс. Надо очень-очень осторожно нужно сейчас играть. Конечно, Дайер. Потому что одна ошибка сейчас от них. И это конец игры. Даже с учетом того, что Морф на какой-то байбек нафарм. Все равно играть нужно будет предельно осторожно. Поскольку у двух его тиммейтов байбеков нет. Возможно, даже у большего количества. У Кентавра. Кентавр делает себя айон-диск. Устал он уже умирать от этой легионки. Бедный несчастный Кентавр. А легионка качает дуэль дэмэдж. Да ладно. Да. Ну слушай, опасная штука на самом деле. Реально опасная. Отдашь даже одну дуэль, это уже очень плохо будет. Да тут проблема этого таланта не в том, что ты рискуешь отдать какую-то дуэль. Проблема этого таланта в том, что ты не берешь талант, который позволяет тебе кучу дебавок. Но зато сейчас, посмотри. Ну ладно, Мистик Флэйр. И... Эх. Ну убили, конечно. Нет! Не убили! Убили Скаймагу. Там в спину взошла вся команда. Т1. Телепорт от ЛЦ. Урона хватит ли? Сбивают. Просто сбивают телепорт. Закончился Блэкинг Бар. С таким, наверное, презрением дал этот Дэбл Эль. Любил Легионку. Вот это Мститель. Он всю игру 40 минут терпел. 40 минут терпел. Тяжело дышал. И вот она месть. Ладкая месть. Эмбир. Имбирь. Ой-ой-ой-ой. Опасно. У Имбиря Аганим. И он очень-очень юркий. Его тяжело. Тяжело настигнуть. У него еще там... Квикинин Чарм. На КДР. 11-процентный, по-моему. Темплар Каспел Призм. Темплар Ассасин Рапира. В общем, готовый полностью герой. Ну и 25-й уровень, понятно. Не хватануть бы дуэль, конечно, Мераклу сейчас. Сквозь бэкдор пробивает без каких-либо трудностей. Левелер у него. Ага, понятно. Ну, это морфлинг. Сколько мы видели, как морфлинг и трон ломает такие вот образы. Активирован Глиф. Крипы еще очень далеко. Эмбир. Линкенсферу дропнули. Но ЛЦ нет. Так что бояться пока нечего. Темплар Капрыгать побоится. Правда, посмотрите, что творят Т1. Они в трон готовы идти. Бэкдор Протекшн не слышали. Арена ставится. Арена в пустоту. Надо отойти. Не надо без арены драться, парни. Ну, не творите вы ерунду. ЛЦ все еще нет. Кентавр классно вырывается. Антарка пытается бить с Рапирой. Убивает Скаймагу. Мгновенно выкупается Эмбера. Принимают Эмбер. Слишком больно. Эмбер в Юле. Пока поживет, пытается уйти. Не получается. Есть байбек. Выкупится и он. Но все может закончиться плохо. Летает Чайник. Появляется ЛЦ. Байбеков много. Т4 все еще стоят. Ресурсов у команды Т1 не остается. Им нужно отсюда бежать. Дуэль на Кентавра. В этот раз должны выиграть. Убивают Эммарса. Но немножко пахнет заливной. Чуть-чуть, так если сказать. Мы помним, что там с байбеками проблемы. У Андаинга байбека нет. Не будет его 100 секунд. Ну, а там Пларка с Рапирой. База очень быстро упадет. Они Рошана будут ждать. Рошан может появиться в любую секунду. И учитывая, что у них Рапира, они не пойдут. Кентавра очень хорошо прыгнул. Несмотря даже на отсутствие арены. Все равно какие-то фраги смогли сделать. Еще, Радиан тут не будут, да, Рошана дожидаться. Вот они сейчас просто пойдут и умрут. ХГ, правильно я понимаю? Или не умрут? Да, наверное, почему умрут? Рошан с секунды на секунду заспавнится. Вот там уже бонусный таймер идет, понимаешь? Ну да, ну там игру сейчас можно закончить. Чувствуешь? Ну чувствую, а можно... Рейф, Ари, Анана, Скаймага. Отличное копье! Как же тут Марс решает? Он просто выключает саппортов. Параллельно погибает Морфлинг, но он с байбэком. Поэтому не такая страшная смерть. Напомню, Тэмпларка с Рапирой. Погибать нельзя. Гем валяется. Никто пока не подбирает. Таки гем остается. Эмбер улетает. И Рошан вот-вот появится. И разумеется, у Т1 будет преимущество. Морфлинг очень хочет получить этот Аегис. У Кентавра-то тоже диск. Тоже это парень, знаете, непростой. И вот он Рошан. В Рошане рефрешер. Для Марса две арены, как вариант. Совершенно спокойно этого Рошана забирали Резиант. Сейчас они в меньшинстве здесь. И БКБшки в КД. Тэмпларка хотят напасть. Там нет Блэкинг Бара. Они это знают. Хоть и спал призм кулдаун там не очень высокий должен быть. А зачем, кстати, спал призм? Что, лучше предметов нет? Наташку. Или это прям так хочется взять? Ну да, там лучше. Хотя там этот, принц, найв. Как-то мне кажется, Наташка. Наверное, эмбер у спал призм был бы поинтереснее, да? Да я тоже так думаю. Учитывая, что у него квики нинчар вот этот вот. Он так как бы хочет КДР иметь. Ну, вообще, принц, найв можно Эмбера. Нет, все-таки поменялись, да. Эмбер сейчас заберет призму. Атака, гос на реакции есть. Будет контратак. У ЛЦ все-таки Блэкинг Бар всего лишь 5 секунд. Контратака. Копье к дереву. И вот он, Кентавр, выходит из леса. И начинает мстить. Приходит Эмбер. Ставится арена. Рубик Юл. Алибард на ЛЦ повесили, убили. Врываются на Рубика. Рубика убили. Эмбер пытается уйти. Но ремненты у него закончились. Руну Волшебстаун до этого не активировал. Неужели это станет ключевой ошибкой, Эмбер? Эмбер опасно. Могут убить Эмбер без бая. Вот это интересный момент. Напоминаю, что морфлинга левелер в рюкзаке. И 2 минуты Эмбер спирита не будет. ЛЦ придется выкупаться. Я думаю, что ребята попытаются и без Рубика пойти. Из забавного Т1 выбили только одну нейтральную шмотку. Из четвертого тира. За 5 минут надо бы больше выбить. Но учитывая, что у Эмбера нет бая, надо, наверное... О! Муши! Но он с Глимером. Ты что тут делаешь, дружок? Не-не-не. О, слушай, выжил. Не выжил. Там 28 уровень умерок. Без вариантов вайформы покатился. Дальше. Лич с баем. Там уже байбеки потихонечку откатываются. О, раперос. Раперос. Линку выкидывает. О, ну там АЕС. Там АЕС, тогда все понятно. Трон думаешь пойдут? Ка-ка, чё? Ну, а что еще делать? Байбеков нет у нас. Затя... Ну, надо пока... До того, как морф появится... Ой, этот, боже. Эмбер спирит появится, надо игру выиграть. В трон. Даже мега крипов не сделаешь. Там Т2. Может быть... Ну да, тут трон в ответ не полететь. Крипы находятся в невыгодной позиции. Там и Кентавр отпушивает. Дуэль. Это АЕГИС. Ну, убили. Убили АЕГИС, выбили. Марс пытается добить быстро Скаймага. Скаймаг, Копьевская мага. Убили Скаймаг без байбека. Ну, а что делать теперь? Темпларка там, конечно, врыв с блинка и будет баш. Нужно будет врываться уже. Морфлинг слишком больно бьет. Врыв на Морфлинга. Морфлинг на бейформе покатился. Нажал рефракшн. Есть контроль. Там предснаив был активирован. Морфлинг на развороте. Пытается убить Темплара Сасси. Темплара Сасси падает. Байбек. Морфлинг на ЛЦ падает. Также активирован Глиф. И ГГ все же. Т1 забирает вторую карту. И Меракл ошибся один раз за игру. И команда смогла в этот момент выиграть время драгоценное. И карта не закончилась. Да. Все-таки помощь была в этой игре, да? Все-таки была помощь. Ладно. Молодцы, конечно, Т1. Меракл вообще респект. Респект от Форсажа. Огромный. За такую просолку. Очень красиво все делал. Действительно, одна ошибка. Сколько смерти? У него две смерти. У него три, по-моему, смерти должно быть. Одна на лайнинге. Одна на лайнинге. Потом его цепанули. Ну, и вот этот вот талант на Легионку. Я не хочу сказать, что вот конкретно в этой игре супер сильно зарешал бы другой талант. Потому что тут, ну, вроде нет такого прям количества дебафов. Но все равно это было бы лучше. То есть, пресс за атаку, который по области действует, это невероятный баф там по некоторым параметрам для героев. Плюс это возможность сейвить... Ну, вот, например, прыгнул Кентавр, дал стан в двоих. Ты опа, пресс за атаку. Все. Как бы два персонажа вышли из дизейбла. И они сразу готовы в ответ какие-то скиллы кидать. А сколько он выиграл дуэлей после того, как это талант? По-моему, только одну он выиграл. Он выиграл только одну дуэль. На самом деле у меня... Ладно, колцей таких вопросов нет. У меня только один вопрос. Почему вот этот заход на хэкграунд, который мы увидели до появления Рошана, почему команда СЕР настолько уверенно хотела идти и пытаться ломать мид? Вот, либо у них не было тайминга Рошана, я не знаю, либо у них не было тайминга Рошана, что, конечно, для профессионального уровня игры просто немыслимо. Тайминг Рошана должен быть всегда. И если бы у них был бы тайминг Рошана, они бы знали, что вот сейчас, такой момент, когда Рошан может заспавниться в любую секунду, в любую секунду. И там у Марфа нет байбэка. Там же у Марфа не было байбэка, правильно? Они шли. Если я не ошибаюсь. У Марфа нет байбэка, ребят. Нет, нет, в тот момент был байбэкфорс. Они его убили, он выкупился, и после этого Мерка пошел и забрал Рошана. И получил, собственно, Аегис. Не помню уже, как это было. Ну, короче, у СЕР была возможность просто прохалдиться немного и забрать этого Рошана. Вообще без каких-либо проблем. Они забрали бы Аегис для Темпларки с Рапирой. Мне кажется, это было более правильным решением, если честно. Чем то, что они сделали. Ну, сыграли как сыграли. В принципе, у СЕР все игроки более-менее делали свою работу. То есть это мы можем посмотреть на Т1, который там Undying 15 раз умер, сколько он там дуэлей отдал легионке. На Кентаври игрок умер 14 раз за игру. Он был полезен, я не спорю. Но сколько же раз он отдал дуэли легионке? Они настолько вдвоем игру усложнили, что вот видишь, как пришлось размены тронами вот эти вот там. Ну, не размены тронами, а вот этот Раш. Размен-то на самом деле вполне мог быть. В конце, если бы немножко была линия подавлена, там вот этот Кентавр расстался. Учитывая, сколько у ЛЦ было урона, а у него было только с дуэлей плюс 460. Если бы линия оказалась подпушена, то, конечно, СЕР бы летели. И, я думаю, с Рапирой, с ЛЦ урона, это, в общем-то, Рапира плюс по этому урону, может быть. Но там Кентавр поработал, нельзя было идти в размены, как приходилось уже защищаться. В общем, СЕРы, в чем фишка, могли эту карту выиграть. В общем, могли поиграть, забрав Барошана, там бы, возможно, все сложилось чуть иначе. И всю игру, что самое интересное, я даже сейчас посмотрю, покажу вам графики, тут самое любопытное. Вплоть до 40-го минуты преимущества не было вообще ни у кого. Там 5000 туда, 5000 назад, но это вообще не существенно. И только в конце уже, вот когда Рапира упала, видимо, и быстро графики прыгнули вниз. Все, этот матч завершен, получается счет 2-0. Дальше у нас, что по расписанию Форс, напомнишь? А я напомню сам, Адроид и Реалити Рифт. Ну, посмотрим, матч должен начаться в ближайшее время, так что будем ждать его. Ну и пока уходим на музыкальную рекламную паузу, так что ждем следующую игру, далеко не убегайте. Субтитры сделал DimaTorzok